Даугавпилс на протяжении многих лет считается городом учителей. Почти 100 лет назад, в 1921 году, был открыт Государственный институт учителей, который впоследствии неоднократно менял свое название. Нынешнему поколению больше известен как Даугавпилский университет. В советское время вуз был вторым среди других педагогических в стране по количеству студентов. К нам приезжали абитуриенты со всех уголков Советского Союза, мечтавшие стать учителями. Сейчас, по словам Арвида Баршевского, поток молодых людей, желающих освоить профессию педагога, заметно уменьшился. И дело не только в том, что в Латвии сокращается численность населения. К сожалению, может быть и в обществе, а особенно политике, не оценивая труд учителя, который на самом деле не менее важен, может быть, как врач, который заботится о нашей жизни, а учитель, это просто он создает основы у человека, если так можно сказать. Просто этот труд не оценивается. Но это не повлияло на выбор директора 9-й средней школы Артура Федотова. В 2000 году он поступил в Даугавпилский педагогический университет, выбор в профессии учителя истории и социальных наук. Он признается, что на тот момент думал только о том, чтобы получить знания, а специальность увлекся чуть позже, во время прохождения практики. Будучи еще зеленым студентом, он понял, что быть учителем – его призвание, и о сделанном выборе не пожалел. Ты открываешь для себя, во-первых, ту радость, когда ты делишься тем, чему ты научился с детьми. Во-вторых, это возможность научиться тому, чему ты, возможно, не придал внимания во время обучения в университете. И, конечно же, это рост в плане того, что, уча других, делясь своими знаниями, ты, в первую очередь, также учишься и от них. Зинаида Михайловна Ясинска уже без малого 40 лет преподает английский язык. В свое время на выбор профессии повлияла ее учительница Людмила Лазаревна Устинского. Видя, сколько любви и знаний педагог отдает своим ученикам, маленькая Зинаида решила последовать этому примеру. Поступила в Далговпилский педагогический институт, затем в Латвийский университет. Она убеждена, что учиться нужно всегда. Именно поэтому постоянно посещает различные курсы повышения квалификации, стажируется в других странах. Зинаида Михайловна считает себя счастливым человеком. Я люблю свою работу, люблю свою профессию, люблю приходить в этот шумный дом. Люблю общаться, потому что я работаю со старшеклассниками. Если человек все время общается с молодыми людьми, он всегда молод душой. По словам руководителя управления образования Марины Суповой, в наших школах и детских садах работают замечательные педагоги. Настоящие профессионалы, которые трудятся не только от звонка до звонка, а занимаются практически все свое и свободное время, невзирая на небольшую учительскую зарплату. На мой взгляд, все те, кто не могут работать с педагогами или не хотят работать с педагогами, все уже давно покинули школу. Остались те, для кого зарплата не является основополагающим фактором. Поскольку, когда мы выбираем работу или делаем какую-либо работу, ведь мы же не ориентируемся только на то, какую нам зарплату платят. В каждой работе есть масса своих положительных сторон и своих плюсов. И педагог, учитель — это человек, который родился под счастливой звездой. У него счастливая судьба, потому что, невзирая на какие-то материальные невзгоды, он имеет возможность каждый день видеть перед собой счастливую, улыбающуюся мордашку, которая смотрит на тебя влюбленными глазами и которая ждет от тебя чуда, чего-то необыкновенного, которое отзывается на любые твои идеи, на любые твои предложения. И эта работа приносит положительные результаты. Каждый год «Далговпилские учителя» входит в число лучших во всей Латвии, а их ученики занимают высокие места не только на городских и республиканских олимпиадах, но и на международных. Сегодня «Далговпилс» не испытывает нехватки учителей в школах и детских садах. Но с каждым годом число желающих работать педагогом сокращается. В этот раз в наше учебное заведение на работу устроились только 14 выпускников педагогических вузов, 8 в детские сады и 6 в школы. 5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник, с которым их от души поздравляют коллеги. Чтобы труд учителя наконец-то оценили бы и в обществе, и в политике. Это одно, а на самом деле я бы хотел пожелать, так как это очень красивое осеннее время, такое пестрое время, да, ну я бы тоже хотел пожелать такого пестрого праздника и возможности хоть немножко отдохнуть. Уважаемые коллеги, я хочу вас попросить помнить, что посредственный учитель рассказывает, Хороший учитель объясняет, замечательный учитель показывает, а гениальный учитель вдохновляет. Вдохновляйте своих учеников!